Елена Александровна, подскажите, пожалуйста, родители получили на руки заключение ПМПК о том, что у ребенка есть определенный статус, задержка психического развития. Какие действия должны быть дальше? Конечно, это повод действовать. Тут важно понимать, это родители ребенка какого возраста? Это дошкольник, и у вас тогда есть еще очень много времени для того, чтобы помочь своему ребенку и подготовить его к школе. Если ты ребенок уже на пороге школьного обучения, то тем более надо действовать. И самое главное, не нужно бояться. Очень многие родители боятся, пугаются статуса задержки психического развития, потому что, скорее всего, не знают, что это такое. А ведь задержка психического развития, да, это разное, может быть, состояние у разных детей, у кого-то более-менее выраженное, но самое главное, что это дети, которые получают такое же почти образование, как и дети нормативно развивающиеся. Ну, как мы говорим, специалисты, они получают цензовое образование. То есть после окончания школы ваш ребенок может, так же, как другие дети, знаю, чьи родители ждут всегда этого поступить в высшие учебные заведения. Но чтобы это произошло, вы должны помогать специалистам. Вашему ребенку поставлен статус задержка психического развития. Значит, вашему ребенку рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе. Либо на уровне начального школьного образования, либо на уровне основного общего образования, или еще в дошкольном детстве. С вашим ребенком работают специалисты, учитель-могопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог. Работает учитель, реализует особым образом поддержку вашего ребенка во время уроков и внеурочной деятельности. Ваша задача дома помогать вашему ребенку. Помогать, поддерживать при необходимости, помогать выполнять домашние задания. Если ни в коем случае не за ребенка, а давать ему возможность самостоятельно самому обучаться и получать знания. Особое состояние нервной системы. У ребенка не всегда такая работоспособность, да скорее даже всегда не такая работоспособность, как у детей нормативно развивающихся. А значит, ему нужен дополнительный отдых, ему нужны частые смены видов деятельности. Ребенку нужно создать такие условия дома, чтобы у него было место для занятий, чтобы у него было место для отдыха, было место для игры, для каких-то творческих занятий. Но при этом это не должно быть нагромождение игрушек, нагромождение каких-то там книг, как вам кажется, современных пособий, компьютеров может быть. Все это должно быть очень дозировано, ну, равно так, как и для нормативно развивающегося ребенка. Поэтому выполнять те рекомендации, которые вам дают специалисты, это обязательно. Дефектолог ли или логофед, может быть, психолог. При необходимости вы можете и сами посетить психолога. Психолог никогда вас не будет тащить себе на занятия или на консультацию. Но если вы обращаетесь к психологу за поддержкой, может быть, вам нужна личная поддержка. Мы помним, что маску сначала нужно надеть на себя. Поэтому можно сходить к психологу, получить от него поддержку в той ситуации, которая для вас действительно является сейчас трудной. Ни в коем случае не опускать руки. Повторюсь, это ребенок, который получает цензовое образование. Но всегда при поддержке специалистов возможно привести ребенка к норме. Ну, к норме, давайте, скажем так, привести ребенка к норме развития. Специалист, конечно, он видит больше. Как родители, видите, любящими глазами, любящим сердцем. Педагог видит педагога, дефектолога. Любовь – это его стержень. Но при этом педагог-дефектолог всегда видит не только возможности вашего ребенка, потенциальные возможности. Он всегда видит трудности. И знает, самое главное, он методически, грамотно, правильно знает, как это скрепить. О чем, какие главные герои, и так далее, и так далее. Ну, может быть, да, разбивка заданий на части, выделение сложных заданий, простых заданий, ссылка на аналогичные задания, наполняемые ранее.